Нового главу администрации в Карасуйском районе ждали 8 месяцев. К работе на непростом посту главы крупнейшего района Ожеской области новый кандидат приступил сегодня. Им стал Туруспек Ноев. «Лично я сразу же начну свою работу. Не буду тратить время для ознакомления и ввода в курс дела. На это уйдет очень много времени и так далее. Сейчас времени на это нет. Конечно, прежде чем заступить на пост, я получил всю информацию о районе. Опыт есть, желание работать тоже есть. Поэтому все покажем на деле». В Карасуйском районе проживают без малого полмиллиона человек. На пост главы районной администрации тут претендовали сотни кандидатов. Не менее ожесточенная борьба шла за посты и в остальных районах Ожеской области. К работе все новоназначенные главы приступили одновременно, согласно указу президента. «Мы были проинформированы о районе. Я ознакомился с проблемами Каракульжинского района. Он нуждается в инвестициях, в строительстве, производственных предприятий. И мы это сможем сделать. Будем тщательно работать с населением и развивать район». «Направление развития новоназначенным управленцам сегодня же задал и представитель кабинета министра Ожеской области Джарасул Абдураимов. Политологи уже отмечают одновременная смена чиновников на таких значимых постах – шаг к искоренению коррупции и к решению проблем межрегионального разделения». Ротация глав районов даст только положительные результаты. И сейчас было бы хорошо, если бы такая ротация проходила во всех отраслях – госструктур, от рядовых сотрудников до менеджеров. «Однако для успешной работы местных органов власти требуются новые механизмы. Важен и тот факт, что права и обязанности руководителей районов расширяются. Эксперты говорят, что кадровая ротация теперь необходима и в других сферах». «Ротация Акимов – это верное решение главы страны. Мы в этом нуждались. Во-первых, это искоренит коррупцию, родственные связи между местными властями и жителями. Этого не будет. И главное – межрегиональное деление. Эта проблема не решалась уже на протяжении многих лет. Ее тоже не будет. Именно ротация Акимов сможет искоренить деление страны на регионы». После 4 октября прошлого года в Ожской области сменились все главы районов, кроме Акима Араванского района. В апреле все они прошли аттестацию. В результате неаттестованным остался один глава района и три заместителя Акима. На сегодня в семи районах и трех городах Ожской области проживает более миллиона человек.